В народе считается, что рябина может подсказать, к какой погоде стоит готовиться. Например, если листья рано пожелтели и опали, это говорит о раннем наступлении зимы. А если ягоды покраснели раньше срока, зима, наоборот, будет поздней. В этом году все происходит вовремя, вот только урожай больше, чем обычно. И это снова примета, зима будет суровой. А вот биологи уверены, совсем не рябина влияет на погоду, а наоборот. Прежде всего, лето было очень теплым, оно было достаточно влажным во время завязывания плодов. И поэтому получился вот такой высокий урожай. В подтверждение биологам и синоптики заявляют, приметы не всегда работают. Но пока одни заняты погодой, другие видят в рябине лишь красоту. Настоящие оптимисты в этом вопросе – орнитологи. Для зимующих птиц, дроздов свиристели и других зима пройдет благополучно. Многим птицам приходится довольствоваться на самом деле. Практически только одной рябиной, может быть немного яблоками. На самом деле они могут еще и почки некоторых деревьев, пустарников кушать. Но вот, тем не менее, рябина – это такое у нас массовое, что ли, столовое. В городе у рябины принято только фотографироваться и восхищаться яркостью плодов. А садоводы-любители на участках специально выращивают это дерево. Рябина – это пищевое растение. Рябина введена в культуру. На самом деле существует много популяций и форм рябины сибирской. И специально отбирают более-менее сладкие формы. А вы знаете, что в свежем виде плоды горьковатые, но после заморозков они становятся более сладкие. И поэтому, да, в народе, по крайней мере, делают пастилу, делают соки. Поэтому, если и верить в приметы, то только в хорошие. Например, посаженное дерево рябины во дворе сулит хозяину крепкое здоровье. Мукет рябины для девушки поможет ей скорее выйти замуж. А несколько ягод способны исцелить от головной боли. Анара Шагирова, Данил Захаров. День с толком.